Его первые воспоминания не счастливое беззаботное детство, а концлагерь Алитус в Литве. Иван Ермолаев попал туда двухлетним ребенком в самом начале Великой Отечественной войны вместе с мамой и старшим братом. Потом их в качестве рабов выкупили литовские фермеры, у которых они и служили несколько лет до тех пор, пока советские войска их не освободили. Были мы там как рабы, мать работала с темна до темна, везде и на фермах, косили, пахало и все и прочее. Мы старший брат там что-то делал, но я-то был плохой еще работник. Мы утром встаем, а их нет. Они уехали. А уехали? Почему? Да потому что наши войска пришли. Историю своего детства Иван Павлович рассказал ученикам 22-й школы. Встреча прошла в рамках проекта «Живая память» в Самарском дворце ветеранов. Акция посвящена малолетним узникам фашистских концлагерей и их дальнейшей судьбе. А после разговора ребята вышли высадить в Парке Победы 8 лип в честь тех детей, которые смогли пережить эти страшные события. Мы очень надеемся, что эта традиция, она останется и в последующие годы. И каждый год на аллее узников будут появляться новые деревца. Они будут расти, с ними будут расти дети, которые участвовали в их посадке. И однажды, придя в Парк Победы, приведя своих детей, уже внуков, они расскажут о сегодняшнем историческом событии. Новые липы продолжат аллею, которая появилась в парке еще в 2000 году в память о узниках концлагерей. Чтобы новые деревья выросли такими же крепкими и красивыми, ребята пообещали, что будут регулярно за ними ухаживать. А в следующем году каждому дереву поставят табличку с информацией об истории жизни людей, в честь которых и высадили липы. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.